Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной рассвет. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, посмотрим на другие альткоины и посмотрим, что и где можно купить. Сейчас я стараюсь накопить как можно больше Теслы. Я имею в виду, что сейчас выходные, да, но раньше я уже купил много Теслы. По 141 я подобрал, сейчас стоит 175, и я покупаю еще больше Теслы. Почему? Потому что биткоин я активно покупал, когда он стоил 15-16 тысяч, потом продал по 67, а теперь переливаю деньги в то, что в перепроданности. Но давайте перейдем на графики. Прямо сейчас. Открываем рынки. GME минус 40% в пятницу. Покет минус 10%. Ворлдкоин минус 5%. Доджкоин тоже падает. Минус 2%. Падает, в общем-то, все. Рынок красный. Открываем биткоин. Но давайте откроем недельный таймфрейм сразу. Начнем с него. Вот он недельный. Объемы падают. На выходных. Один день остается до закрытия недели. Но мы видим, что низкие торговые объемы. Стохастик направлен вниз. И двойная вершина на биткоине. Четкая двойная вершина. Шик. Один и два. Может, конечно, и вверх выйти, но двойная вершина. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Опускаемся на дневной. Здесь видим восходящий клин, о котором я раньше всех предупреждал. Внутри создается давление, давление. И выходим вниз. Вот почему у меня там две торговые идеи внизу. На 63 тысячи долларов и на 59. Многие говорили о том, что я не прав, что биткоин не пойдет вниз, что пора в лонг заходить. Но я предупреждал, что биткоин может упасть. На четырехчасовой теперь смотрим. Тоже двойная вершина. Вот двойная вершина. И затем падение. Кто-то здесь много продал биткоинов. Обычные торговые объемы это 8 тысяч биткоинов или 4 тысячи биткоинов. А здесь было продано 57 тысяч биткоинов и 40 тысяч биткоинов. То есть кто-то продал 40 тысяч и 57 тысяч. Поэтому и падение произошло. Эти мои торговые идеи рассчитаны на то, что биткоин выйдет вниз из этого восходящего клина. Внутри него создается давление. И выходим вниз. И два таких ордера у меня стоят на бирже Bybit по 63 тысячи долларов и по 59. А тейк профит стоит на 88. На Bybit у меня уже поставлены эти заявки. На 3 биткоина по 63 тысячи долларов и на 10 биткоинов по 60 250. Давайте посмотрим на общую капитализацию рынка теперь. Общая капитализация рынка дает нам понимание общей картины криптовалютного рынка. 2,46 триллиона, бычий флаг. Видите, да, вот он, бычий флаг. На 4-х часовом дневной. Здесь нисходящий треугольник. И это тоже похоже на такой гигантский бычий флаг на самом деле. Поэтому по общей капитализации неплохая картина по какой-то причине. Несмотря на то, что такие опасные сигналы на биткоине. Гигантские бычьи флаги, нисходящий треугольник. И цель здесь может быть 3 триллиона долларов. Но мы находимся внизу этого канала, у нижней границы. Давайте теперь посмотрим, что дешево. GME. Я бы не покупал, потому что очень опасно. Много манипуляций. Покет. Да, Покет подходит к моему ордеру, который я поставил на споте. По 9 центов я поставил там заявку. На балансе у меня 606 тысяч 700 долларов. Вау, как просел баланс там. USDT на 251 тысячу. Хорошо, что я многие позиции позакрывал. Uniswap на 31600. Покет на 29300. Сильное падение. 10%. Подходит уже к моей заявке, которую я раньше поставил. Нужно было больше еще закрыть. Да, что-то меня это уже начинает напрягать. Хорошо, давайте возьмем просто на 5000 долларов. По 9 центов. Поменьше будем ставить размеры заявок. На случай, если совсем уж плохо пойдут дела на рынке. Итого, по 9 центов возьмем на 5000 долларов Покета. Теперь Uniswap. Uniswap вроде держится, пока остальной рынок падает. Давайте посмотрим на график. Где Uniswap? 9.95 текущая цена. Uniswap растет, в то время как остальной рынок падает. Здесь мы видим нисходящий треугольник на Uniswap. Внутри давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Поэтому можем еще уйти на 7 долларов. Вполне возможно. Пойдем еще к нижней границе этого треугольника. Но пока что держится. И растут торговые объемы. И начинает формироваться еще один паттерн. Чик. На Uniswap. Симметричный треугольник формируется. На Uniswap. Это на 4-х часовом. И выходим вверх. Можем измерить расстояние по основанию треугольника. Вот это расстояние. На 13 долларов можем зайти. Интересно. Но лучший момент взять Uniswap это 7 долларов. А сколько у меня сейчас Uniswap? На 31600. Я сократил позицию. Хорошо держится Uniswap. Симметричный треугольник. Не упал. Но может. К нижней границе этого треугольника. Давление, давление. И там выходим вверх. Но так же может выйти вверх и прямо сейчас. Просто пытаюсь понять где и что. Чашка с ручкой? Но не смогли выйти вверх. Но хорошие торговые объемы. Uniswap на 31600 у меня. Ну давайте добавим. Добавим еще на 20 тысяч долларов. На 20 тысяч по 7 долларов. Поставлю ордер на случай, если пойдет на 7 долларов Uniswap. Там подберем на 20 тысяч долларов Uniswap. Чаджик. Готово. Uniswap. Pocket по 9. Dogecoin по 12 центов. А, по Uniswap у меня стоял ордер уже на 7.20. Ну хорошо. Надо убрать один. Видите, да? Uniswap. World. Doge. По 12. Worldcoin по 3 доллара 20 центов. Worldcoin. 4.20. Сильное падение на Worldcoin. У меня проливался на 3.80 и потом поднялся на 4.20. У меня стоит ордер на 3 доллара 20 центов. Worldcoin опускался на 3 доллара 80. Хорошо. Там пусть остается как есть. И теперь давайте посмотрим на Ethereum. Pocket выглядит дешево. 10 центов. Я не знаю. Но здесь уровень поддержки на 10 центов как раз. Уже подошли к этому уровню. Но основная поддержка, как вы видите, находится на 8 центов. Даже... Ну да. На 8.20. Давайте изменим заявку тогда. По Pocket на 9 центов стоит. Поставим на 0.82. Готово. Теперь у меня заявки на покупку. Pocket, Doggy, Uni, Worldcoin. Doge по 12 центов и... Снова по 12. Почему 2? Хорошо. Давайте 1 отменим. Bitcoin по 63 тысячи. Это уже на деривативах. И на 10 биткоинов по 60 250. И на 1 миллион Dogecoin по 11 центов. И... USDT на 251 тысячу. MCRT на 90 тысяч. Bitcoin на 74 200. Uniswap 31. Pocket 29. Doge 26. Worldcoin 16. Давайте еще раз посмотрим на Worldcoin. Почему я покупаю Worldcoin? Потому что... Сэм Альтман. Он является основателем этого проекта. Также сооснователь OpenAI. И он сказал, что... Ааа... Трендовое на Worldcoin на 3.50. А что там у меня? Какая заявка по Worldcoin на 3.20. Да. Ну хорошо. Оставим так. Ну что ж, на этом на сегодня все. Прошлись по рынку. Пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. А теперь давайте... На эфир-то я все-таки не посмотрел. Сделаем все-таки... Теханализ. 3.676. Все падает. Эфир тоже. И двойная вершина. А я всех предупреждал о потенциальном падении, потому что торговые объемы, они низкие. И где можно было бы подобрать эфир-то на 3.262 доллара? На этом на сегодня все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. У меня тут рассвет, но облачно сегодня. Солнце не видно. Всем желаю хорошего дня. Рынок выглядит очень опасно, поэтому торгуйте аккуратно. У меня на споте один биткоин. Юнисвап 6%. USDT 48, MCRT 17, биткоин 14, Покета 5. Я сокращал... Ну, в принципе, неплохо это все, потому что в основном я в USDT. Я расставляю ордера ниже и торгую очень осмотрительно. Чего я жду сейчас? Это какого-то большого красного дня на рынке. Когда весь рынок посыпется, я там все подберу. Потому что сейчас покупать на вершине это очень опасно. Я уже несколько дней предупреждаю об этом. А теперь вы видите, почему я предупреждаю. Вот посмотрите, как упали все альткоины. Время открывать крупные позиции на биткоине было, когда биткоин стоил 15-16 тысяч. А теперь нужно торговать аккуратно. И также вот почему я больше денег переливаю в Теслу. Потому что Тесла в перепроданности. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь, лайк поставьте. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.